Здравствуйте! В прямом эфире телеканал АЖТСУ. Вы смотрите программу сегодня в студии журналист Антон Хатиновский. Пожалуй, наиболее обсуждаемая сегодня сфера везде, как на страницах интернета, так и, собственно говоря, в новостях мы слышим о социальной сфере, так или иначе. То есть, поднимаются вопросы выплаты социальных пособий, кто их может получить, ну и другие, связанные с этим вопросом. С тем, чтобы поговорить, как обстоят дела по данной теме в Алматинской области, мы пригласили к нам в студию прямого эфира программы сегодня руководителя управления координацией занятостей социальных программ Алматинской области Маржан Муратовна Мурат. Здравствуйте! Ну, давайте традиционно начнем с того, чтобы рассказать сейчас людям о том, какие меры поддержки в социальной сфере в целом сейчас имеются и что новость в этой отрасли появилась, вернее, в этой области появилась сейчас, в этом году. Спасибо! Как вы отметили, социальная сфера, она является одним из основных направлений государственной политики. Социальная сфера на сегодняшний день очень под пристальным вниманием государственной поддержки. Даже если по нашей Алматинской области говорить только о бюджете нашего управления и координации занятости социальных программ, его бюджет составляет порядка 46 миллиардов, из которых 26 миллиардов выделяется только из местного бюджета, нашего бюджета Алматинской области. Социальная сфера сейчас по адресной социальной помощи, все мы знаем, АСП в народе мы говорим, государственный социальный пакет, который является дополнительной льготой адресной социальной помощи. Кроме того, все социальные выплаты, которые положены отдельным категориям граждан, идут через управление координацией социальных программ. Вместе с тем, есть выплаты, которые осуществляются в обязательном порядке со стороны государства и регламентируются нормативно-правовыми актами республиканского уровня. И по инициативе руководства Алматинской области порядка 6 миллиардов выделяется на поддержку социально уязвимых слоев населения в разных направлениях. Новости, наверное, 21 года у нас, это можно назвать портал социальных услуг. Портал социальных услуг — это в прошлом году в пилотном варианте были переведены 22 вида услуг на портал социальных услуг. В этом году все 55 видов переведены на портал социальных услуг. Что это за 55 видов? Это вся гарантированная помощь от государства, которое оказывается лицам с инвалидностью. Это санаторно-курортное решение, это технические средства реабилитации. Это полностью все, что государство несет перед собой для обеспечения лиц с инвалидностью. Портал социальных услуг — это своего рода информационная система, часть информационной системы. Сейчас портал социальных услуг работает на основании интернет-доступа и является такой своеобразной платформой, где лица с инвалидностью могут приобрести все необходимые средства, которые прописаны им по индивидуальному плану реабилитации. Простыми словами, она немножко схожа с интернет-торговлей. То есть, с одной стороны, поставщик представляет свой товар, с другой стороны, лицо с инвалидностью приобретает этот товар путем портала социальных услуг. То есть, если по старинке это делалось путем государственных закупок, мы объявляли государственные закупки, заключали договора и осуществляли поставку для лица инвалидностью по потребностям. На сегодняшний день лицо с инвалидностью путем ЭЦП ключа входит в портал, выбирает себе товар и осуществляется его доставка. Плюсы портала. Плюсы портала в том, что государственные закупки они занимали по времени от трех месяцев до шести месяцев, потому что для лица инвалидностью государственные закупки особенного режима не имели, и они производились на общем основании. Потом мы заключали договора с поставщиками, которые признавались победителями государственных закупок, и лицо с инвалидностью приобретало товар в рамках договорных отношений между управлением координации и поставщиком. Сейчас все это регулируется путем портала, то есть лицо с инвалидностью, оно не вынуждено ждать, пока пройдут государственные закупки, пока придет этот товар, пока будет заключен договор. Он в любое для себя время, удобное время, заходит на портал и приобретает товар. Товар приобретает он опять же таки не от определенного поставщика, который определился государственными закупками, а от того поставщика, который его больше устраивает. Свободное право выбора. В свободных правовых отношениях. Здесь как бы управление координацией социальная служба полностью отошла, мы лишь оплачиваем счета фактуры в рамках гарантированного объема государства, и лицо с инвалидностью поставщик друг друга находит на портале социальных услуг. То есть экономия во времени это большой плюс данного портала. Даже если на примере санаторию взять, санаторий, который выигрывал государственные закупки, он становился поставщиком санаторно-курортного лечения. Сегодня лицо с инвалидностью из всех поставщиков Санкура выбирает сам, что ему удобно к дому, по своему здоровью, по воздуху, как говорится. То есть в этом его плюсы. Минусы. Конечно, мы не можем не говорить о минусах. Это прежде всего наличие интернет-связи и компьютера. То есть, как любая информационная система, она требует определенного подхода, определенных базовых знаний для того, чтобы сделать заказ, формировать заказ и полностью реализовать свое право на получение технических средств реабилитации. В целом, это по порталу социальных услуг. Конечно же, социальные службы помогают. Полностью ведем, можно сказать, на сегодняшний день лицо с инвалидностью. Но когда-то для нас ИРНН СИК получать тоже надо было бегать по инстанциям, и электронное правительство оказалось чем-то неосиленным. Но тем не менее, на сегодняшний день мы уже об этих днях не помним. Полностью пользуемся услугами электронного правительства, и это удобно. Также и портал социальных услуг. Он, может быть, будут проблемы в течение года, но свои плюсы, положительные стороны он в любом случае даст. По адресной социальной помощи я отметила, что бюджет управления у нас достаточно ощутимый. Из них на выплату адресной социальной помощи и государственного соцпакета выделяется порядка 15 миллиардов. Адресная социальная помощь, она выплачивается, есть своя методика расчета адресной социальной помощи, устанавливается черта бедности и устанавливается размер дохода на каждого члена семьи. Разница между чертой бедности и доходом, и есть адресная социальная помощь на каждого члена семьи. В целом, по социальной сфере, кроме того, можно сказать, медико-социальные учреждения, 13 медико-социальных учреждений функционируют в составе управления координацией. Это 6 взрослых психоневрологических медико-социальных учреждений. Это 3 центра дневного пребывания, 2 дома престарелых. И в этих медико-социальных учреждениях находится порядка 3000 человек. Тоже является одной из основных сфер управления координацией. В этом году тоже принципиально пересматривается подход медико-социальных учреждений. Полностью ведется благоустройство, облагораживание территорий, организация досуга опекаемых лиц. Полностью восстанавливается вся система видеонаблюдения. Раньше, если она была не в достаточном количестве, на сегодняшний день мы уже 100% охватываем видеонаблюдением, обеспечиваем интернет-наблюдение родителей или же близких родственников, которые хотят видеть, в каких условиях содержатся их близкие родственники. В целом по социальной сфере вкратце. Ну все это делается видеонаблюдение с тем, чтобы исключить всевозможные скандалы, которые сейчас проходят вот именно в прессе. Мы видим, что слава богу, что это не в Алматинской области, но в других регионах мы видим, что имеют место, да, там какие-то нарушения определенные. Но продолжим нашу беседу, как говорится, будем говорить о нашем с вами общем доме Алматинской области. Я напомню, что телефон прямого эфира программы студии сегодня, код города Талдыкурган 872-82, телефон 40-0109, звоните и задавайте свои вопросы, все вопросы, которые касаются именно социальных программ и занятости. Напомню, что гость нашей сегодняшней студии, руководитель данного управления Маржан Муратовна. Ну что ж, продолжим наш разговор. Вот в начале нашей беседы я упомянул о том, что социальная сфера, именно работа управления постоянно подвергается какой-то критике, постоянно какие-то нападки идут, граждане выражают свое недовольство. Ну, к примеру, гарантированный социальный пакет. Вот кому он сейчас предоставляется и почему эта тема, вот этот, сказалось бы, благое дело, да, социальный пакет, он подвергается такой вот критике со стороны получателей и жалобам различным. Да, гарантированный социальный пакет, он идет как бы дополнительным пакетом к адресной социальной помощи. Его получают только лица, которым назначена адресная социальная помощь. Гарантированный соцпакет, его состав утверждается в трех категориях. Это дети до трех лет, от одного года до трех лет, это дети с трех лет до шести лет и дети школьного возраста. То есть формируется своего рода продуктовый пакет, он в группе, допустим, от одного до трех лет, это шесть видов продуктов. В группе продуктовый набор от трех до шести лет, это 12 видов продукции. И дети школьного возраста, это горячее питание, это полностью приобретение школьной предолежностей, школьной формы, спортивной формы. То есть вот эти вот три категории государственного социального пакета. Да, имеет место быть, когда высказываются определенные претензии по составу государственного соцпакета. На сегодняшний день стоимость одного соцпакета в порядке шести с половиной тысяч тенге. Но хотелось бы отметить, что госсоцпакет ГСП это не основное питание, это дополнительное питание. Дополнительное питание, которое формулируется с учетом требований к здоровью ребенка, которое включает в себя все витамины и полезные вещи. Туда включается то, что необходимо для здорового рациона ребенка. Но, к сожалению, у детей есть очень хорошая особенность. Дети не любят кушать то, что полезно. Поэтому госсоцпакет, он формулируется с точки зрения полезности, обогащенности, медицинских показаний, витаминизированности. На сегодняшний день, например, в государственный соцпакет детей от одного года до трех лет входит овсяная каша, кукурузная каша, овощные пюро, фруктовые пюре в определенном количестве. Потом детское печенье. И зачастую, да, высказываются претензии, что овощное пюро, допустим, дети не кушают. Мы ищем варианты, поскольку закон этого не запрещает, на его перевод на фруктовые пюро. Фруктовые пюре дети, да, потребляют. Но кукурузные хлопья, овсяные хлопья, они обогащены клетчаткой, поэтому нельзя их исключать из рациона детей. И они продолжают оставаться в госсоцпакете. Еще одно пожелание или требование получателей это монетизация данного госсоцпакета. То есть хотят получить деньгами и сами приобрести? Да. Приобрести деньги, получить деньгами и приобретать самим. Но этого закон не позволяет. Это госсоцпакет, который утверждается постановлением правительства с учетом, как я сказала, всех требований. Поэтому его лимит утверждается. Частично он финансируется с республиканского бюджета, частично с местного бюджета. У нас один поставщик, это торговая сеть Magnum, поскольку доступные цены и возможность охвата всех 20 районов области. То есть эта сеть работает по всем 20 районам и обеспечивает доставку госсоцпакета. В связи с этим монетизации, естественно, его не будет. Люди его будут получать в той форме, в которой оно утверждено. В определенной форме государства. Тем более, действительно, никто не гарантирует, что те деньги, которые сегодня государство выдаст, будут потрачены именно на витамины для ребенка. Кто-то потратит их на свои нужды, естественно. Мы с вами затронули вопрос о социальных услуг. Можно ли сегодня подавать заявку на получение услуг индивидуального помощника, не выходя из дома и дает ли такую возможность портал, который введен вот в этом году? Индивидуальные помощники, они закрепляются за лицами с инвалидностью первой группы. У нас в области порядка 300 с половиной тысяч человек являются индивидуальными помощниками. Эта услуга раньше тоже предоставлялась в бумажной форме через отделы социальной защиты. На сегодняшний день данная услуга также оказывается порталом. Да, не выходя из дома в онлайн-режиме, через ЭЦП можно данную услугу получать и через портал социальных услуг. То есть нет необходимости обращаться в местные исполнительные органы, в ЦОНы. Путем подачи заявки эту услугу можно получать на портале. И отчет по работе индивидуальных помощников, он тоже сейчас идет в электронном виде. Есть очень много проблем, поскольку портал введен только вот 1 января 2021 года. Со стороны индивидуальных помощников высказываются претензии по заполнению, по электронному формату, по сканированию актов выполненных работ. Но за два месяца уже очень много адмбарьеров портала были устранены Минтрудом и разработчиками портала. И к первому полугодию все наболевшие вопросы мы уже приведем путем наименьшего сопротивления, так чтобы было и удобно и качественно. При всем при этом мы не должны забывать, что это бюджетные деньги, поэтому они требуют отчетности и они требуют достоверности. Хотим мы этого или не хотим, определенную форму отчетности по индивидуальным помощникам мы будем заполнять, поскольку все-таки это бюджетные расходы. Скажите, пожалуйста, вы сейчас говорите два месяца, как портал заработал. Раньше перед любым зданием вашего ведомства в районе либо в городе всегда были большие очереди, стояли женщины с детьми, ругались, кричали, требовали начальства, звонили, писали. Сейчас вот с нового года эта картина изменилась или все остается по-прежнему? Ну, знаете, портал социальных услуг, когда ввели, мы ожидали. Мы ожидали, немножко будет напряжение, это все-таки нововведение, будет трудновато. Но с помощью наших неправительственных организаций, которые работают с лицами с инвалидами, с инвалидностью, с помощью акиматов сельских округов, отделов социальной защиты, заранее подготовленных общественных работников, которые были уже знакомы с порталом. И мы, в принципе, готовились, что будет ажиотаж, что усиленно надо будет январь-февраль месяц отрабатывать. Можно сказать, что этот период прошел спокойно. Первый месяц все акты и все услуги мы как бы сдали, но, конечно же, работа предстоит еще большая. Это новые вещи, и пока она встанет на свои рельсы, конечно же, работу надо будет в усиленном режиме все-таки продолжать. Вы знаете, мы уже привыкли к тому, что многие приложения у нас работают прямо в телефончике. То есть мы взяли здесь, можно и на сайт egov зайти везде, то есть повседневная жизнь и обыденность. Вот планируется ли создание подобной версии вашим ведомствам для того, чтобы граждане, ну не требовался им компьютер и другие навороты всякие технические? Да, вот в период совершенствования работы портала до конца года будет создана мобильная версия, которая будет через смартфоны работать, портала соцуслуг. И поэтому мы вот в ближайшее время как бы ожидаем разработчики, это Министерство труда, социальной защиты, оно будет переведено в мобильную версию через смартфон. И это будет очень удобно. Это будет очень удобно. Вот скажите, пожалуйста, в целом как реализуется портал социальных услуг, какие есть трудности в этом? И как быть людям, которые проживают без интернета и не имеющим у себя компьютер, поскольку все равно у нас как бы такие лица имеются? Вот до введения портала социальных услуг у нас была проблема немножко интеграции базы между департаментом труда и управлением социальной защиты. Индивидуальный план реабилитации лиц с инвалидностью разрабатывается территориальными подразделениями Минтруда, а его исполнение производится уже местными исполнительными органами. Сейчас, когда эта база синтегрирована и мы видим уже полностью разработанные индивидуальные планы реабилитации, мы имеем возможность уже индивидуально отрабатывать каждого лица с инвалидностью. Сейчас эта работа идет, то есть в сельских округах закреплены социальные работники, которые обеспечивают доступ к кварталу, ведут разъяснительную работу. Там, где нет интернета, есть акиматы сельских округов, можно обратиться в отдел социальной защиты. То есть везде созданы уголки самообслуживания и неохваченными люди с потребностями они не останутся. Потому что работники отделов социальной защиты районных акиматов полностью работают индивидуально в ручном режиме до совершенствования данной системы. То есть для того, чтобы получить услугу, необходимо просто прийти, если нет дома интернета, прийти в управление. Просто прийти либо в свой сельский акимат, либо в отдел социальной защиты. Но мы не можем сейчас в нашем разговоре обойти стороной программу дорожной карты занятости, которая на сегодняшний день таким, скажем, оказалась очень большим подспорьем в период пандемии. Драйвером экономики, да. Вот скажите, новое направление кредитования по дорожной карте занятости на 2020-2021 годы было озвучено президентом Республики Казахстан. Вот могли бы вы разъяснить чуть-чуть подробнее, чтобы было понятно, что это за программа, как она должна и будет работать? Да, дорожная карта занятости в прошлом году, всем известно, это была огромной поддержкой, огромной помощью в целом для развития региона, экономики и их трудоустройстве. Только в дорожной карте занятости 2020 было трудоустроено 20 тысяч человек, было реализовано порядка 1050 объектов было. Капремонт, текущий ремонт вновь построено, то есть много работы было сделано в рамках дорожной карты занятости. Тогда ДКЗ 2020 года предусматривало только лишь строительство инфраструктурных объектов, капремонт и текущие ремонты. В этом году действительно появилось новое направление, это микрокредитование в рамках ДКЗ 2020 и 2021. Лимит нашей Алматинской области составляет 2 миллиарда, это льготное кредитование, процентная ставка 6 процентов и срок кредитования будет до 10 лет, иметь каникулярное время, не будет отраслевых ограничений. В сельской местности до 8 миллионов, в городской местности до 18 миллионов. Данная программа микрокредитования будет реализоваться через микрофинансовую организацию, ее создает Национальная палата и Акимат Алматинской области. То есть максимально все условия ДКЗ 2020 будут ориентированы на развитие малого и среднего бизнеса и на развитие именно населенных пунктов. Замечательно. Вы знаете, в средствах массовой информации и социальных сетях была негативная информация в отношении КГУ, Толгарский центр оказания специальных социальных услуг АИЛА. Там касался вопрос по нормам питания. Что бы вы могли сказать по этому нашумевшему вопросу и дать какие-то разъяснения? Да, этот материал имеет место быть. Но вообще данная проверка проводилась мониторинговой группой, которая установила, что в некоторых днях отсутствует в нормативе питания творог. Во-первых, в стандартах наших специальных социальных услуг творог не включен. Во-вторых, в некоторых днях мы бы, конечно, хотели более подробно понять, в каких днях, в каких размерах, в каких средствах данное учреждение является подведомственной организацией управления координацией занятости. Это центр медико-социальные учреждения, который оказывает специальные социальные услуги детям с психоневрологическими заболеваниями. Именно детский психоневрологический интернат. И если вы посмотрите акт мониторинговой группы, высокая оценка дана работе самого центра АИЛА. Потому что именно по республике, именно вот это медико-социальные учреждения больше всех детей передало на патронат и больше всех детей вернуло в семье. Для нас вот в наших учреждениях это является очень хорошим показателем. То есть, чем больше возвращаются дети в семью или их забирают на патронат, это значит работа с общественностью, социализация ребенка идет. В этом плане центр показывает очень хорошие достижения, очень хорошие успехи. Но нормы питания полностью придерживаются, полностью финансируются. И все, что необходимо, питание включено. Тем более, это дети особенные. Есть дети, которые вообще по отдельному питанию живут, которым даже нельзя потреблять кардинально определенные продукты. И на хорошем счету мы, конечно, эту критику приняли, мы ее устранили. На сегодняшний день прошел координационный совет, это все было рассмотрено. Но в целом, сама мониторинговая группа, если не считать этого нюанса, дала очень высокую оценку работу данного центра. Ну, как говорится, всегда в хорошем деле в бочке с медом бывает ложка дегтя, которая портит, в общем-то говоря, весь вкус от натурального продукта. Вот творожок оказался для нас такой ложкой дегтя. Ну что ж, я хотел бы вам сказать большое спасибо, что вы смогли прийти к нам в студию прямого эфира, ответить на наши вопросы. Конечно, вопросов было подготовлено у нас очень много, но ввиду ограничения нашего эфирного времени мы их все не смогли осветить. Надеюсь, что мы встретимся с вами снова в прямом эфире и продолжим нашу беседу по разъяснению работы вашего ведомства и о том, как гражданам получать гарантированную им государством социальную помощь и как, собственно говоря, найти работу и чем заняться. Спасибо вам всем. Спасибо. Желаю вам успешной реализации всех намеченных проектов в сфере социальной занятости. Ну, а нашим телезрителям я пожелаю только одного – будьте здоровы и не болейте. До следующих встреч в прямом эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok